Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам еще одно полезное применение обычной бытовой болгарки. Так что присаживайтесь поудобнее, погнали! А речь сегодня пойдет про инструмент, с помощью которого можно немножко прокачать свою мастерскую. Я в данный момент в связи со стройкой дома немного подостановил комплектацию своей мастерской, но обязательно этим летом собираюсь туда перебраться. И уже задаюсь вопросом, как ее оснастить и что применить. Мастерская довольно небольшая, поэтому необходимо разумно распорядиться свободным местом. Речь идет о хоббийной мастерской, чтобы с помощью ее возможностей я мог переделать домашние дела, а также с пользой провести свободное время. Поэтому хочется некоторой универсальности работать как с деревом, так и с металлом. Как я говорил выше, места не так уж и много, мастерская 6х4. И в связи с этим я не могу расположить любое количество станков, так как если это на профессиональном уровне делать, то для каждой задачи будет свой станок. Я этого позволить себе не могу, да и цель у мастерской немного другая. В принципе, основные инструменты и станки для моей мастерской уже есть. Это, например, для работы с деревом распиловочный дисковый стол, торцовочная пила. Для работы с металлом имеется сварочный полуавтомат, дисковая пила, болгарки и так далее. Его только не хватает инструмента для конечной обработки или для шлифовки деталей. Можно, конечно, пользоваться болгаркой, но хочется как-то что-то было более-менее универсальное и удобное. Например, наточить сверла по-быстрому, ножи и так далее. Для этого и придумали такой инструмент замечательный, называется гриндер. Начал смотреть, какие модели есть, полазил в интернете, понял, что можно купить хороший, дорогой, но в принципе он не так часто нужен. И вот, полазив еще в интернете, я наткнулся на интересный вариант гриндера, который продается без мотора. В качестве мотора используется обычная бытовая болгарка. У меня есть несколько требований к гриндеру. Это чтобы он не занимал много места на столе во время работы, так как места мало в мастерской. При необходимости он быстро, легко разбирался, убирался, также легко, быстро доставался. Был довольно качественно сделан в целом и также, конечно же, не сильно дорого стоил. В самом начале видео я говорил, что покажу еще один полезный способ применения обычной бытовой болгарки. Поэтому гриндер под названием Айфи был приобретен, привезен. И сейчас мы посмотрим, как это работает все вместе. Как вы поняли, гриндер продается без электромотора и за счет этого стоит недорого, не потеряв при этом в качестве материала, из которого он сделан. Также он небольшой, легко собирается и разбирается. По-моему, то, что мне и нужно. Болгарку буду использовать самую простую, 125-ю, сетевую, на 1000 ватт мощности. И давайте посмотрим, что у нас имеется в комплекте с гриндером. Это сама рама гриндера, ведущий ролик, станина, уголок для крепления УШМ, дополнительный хомут для 125-й УШМ, различный крепеж. Также сразу дозаказал керамическую пластину, чтобы лента меньше грелась. И в комплекте идет вот такая лента. Длина ленты на этом станке 915 мм. Так как гриндер может работать как со 115-й, так и со 125-й болгаркой, тут имеется два хомута под редуктор, так как редукторы немного разные. По умолчанию установлен хомут для 115-й УШМ. Легко меняем его на другой. Накручиваем на болгарку приводной ролик и установим болгарку в гриндер. Теперь необходимо прикрутить уголок к раме гриндера и к болгарке в отверстие для ручки. А ручку накручиваем на натяжитель для удобства работы. После этого прикручиваем остальные детали. Снимаем сразу плиту для удобства установки керамической пластины, которая держится на двух шпильках и гайках. Ставим плиту с пластиной на место. Чуть позже ее надо подрегулировать вплотную к шлифовальной ленте. И теперь нажимаем на ручку натяжителя и устанавливаем ленту, которая шла в комплекте. Немного руками прокручиваем, видим, что лента не слетает. Далее ставим столик, пока без регулировок. И пробуем запустить на небольших оборотах. Регулировочным винтом корректируем положение ленты и уже можно работать. Ну что, как видим, шлифовка проходит отлично. Ну а кто не знал, с помощью гриндера можно много чего сделать. Например, затащить нож, топор, стамеску и другие рабочие инструменты. Очистить металл от ржавчины и старой краски. Отторцевать трубы из металла или даже из пластика. Отшлифовать дерево, керамику, стекло, пластик. Как видим, довольно хорошо он с такими задачами справляется. Также можно поставить шлифовальный круг. Для этого надо поставить другой приводной ролик и установить столик. Получается вот такой универсальный инструмент для шлифовки. Для базовых любительских работ в мастерской, думаю, больше и не надо. Если, конечно, нет какой-то узкой специфики. Просто главный спор у людей, думаю, возникает именно за отсутствие собственного мотора. Да, возможно, такие станки удобнее в этом плане. Но и цена их будет дороже, как раз на цену отдельного электромотора. А если найти по такой же цене, что и этот гриндер, то не ждите качества от основных компонентов станка. Наверняка там будет тонкий металл, непонятные ролики и, собственно, непонятный мотор. Тут же все на достаточно хорошем уровне. Вот такой кратенький обзор сегодня получился. Думаю, с помощью которого можно определиться, подходит ли вам такой инструмент, либо нет. О главных его особенностях я показал и немного рассказал. Так что, если обзор оказался полезным для вас, то ставьте лайки и в комментах пишите вопросы. Возможно, я что-то недорассказал, и я обязательно отвечу. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И подписывайтесь на канал в Телеграм. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.